Значит, пречь пойдет о развитии против эффективности. Значит, есть известная кривая, которая называется С-кривость. Почему она С-кривая? Ты начал про историю или рассказал вопрос? Мы, да, посвящаемся. Любая у вас инновация, ее экономическая эффективность, то есть отдача ее вот здесь была, вот здесь у нас пойдут затраты. Вот здесь затраты. Затраты. А здесь у нас отдача. То есть кривая эффективности. Да, кривая эффективности. Она носит вот такой странный характер. Вот так хопа, потом вот так хопа. Что у нас возникает? Криво нарисовал, да? Что у нас возникает? На неком первоначальном этапе развития любой технологии очень много тратишь и получаешь незначительный прирост в доходах. Потом, когда ты достигаешь определенного рода уровня, вот этой самой волны, вот эти небольшие затраты какие-то приводят к резкому росту эффективности. Потом у тебя система, приходит в состояние насыщения. Опять делаешь какие-то градиозные затраты, и у тебя возникает небольшой рост доходов, то есть эффективности опять. Вот такова S-кривая. Поэтому она, раз такой формы, то она вот S-кривая. S-кривая. То есть это как бы экспериментальная кривая? Да, она во многом всегда распространена, это полуэкспериментальная кривая, но вот она вот такая. Есть миллионы примеров, когда она реализуется. В чем здесь у нас всегда проблема? Проблема она состоит в том, что первоначально в любую инновацию получается невыгодно вкладывать деньги. Более того, опыт показывает, что те, кто вот этим вопросом занимаются, они потом ничего не получают. Получают только потом те люди, которые входят в эту самую ситуацию капитала вечерного, и тогда они дают громадного рода эффект. В чем состоит вечерный капитализм американский, знаменитый, столь эффективный, столь замечательный? Некоторые говорят, что это тоже капитализм развития. Это не совсем так. Их задача поймать примерно вот эту точку. Они ловят эту точку, и после этого у них капитализация отдельных компаний растет в сто, в тысячу раз. Относит, например, разработка медикаментов сюда? Да, да, да. Их долго разрабатывают? Да, но для этого некий несчастный человек, какой-нибудь там Пастер или кто-либо еще, должен был что-то сделать, герои, про которых на протяжении десятилетий сражались, и про них никто ничего не знал, они умерли практически в нищете или что-либо еще. Здесь должны быть какие-то инновации, вот здесь вот такие. Здесь человека обязательно надо... Подвижничество. Подвижничество, поддержать надо обязательно человека. А здесь вот противоположные ситуации, ну, как, например, вот металлургия до последнего момента практически не росла, потому что делаешь новые инновации, а отдача на них небольшая. Когда находится система определенного рода насыщения, она перестает развиваться. Вот пока ты строишь двигатель внутреннего сгорания, это у тебя там мало, доходы маленькие, потом хоп, резкий скачет. После этого ты... В общем, логичная, естественная кривая. Да. И к чему она приводит в этой истории? То есть получается, что часто и эффективность, она... В чем здесь проблема, она глобальная, что любой капитализм как таковой, вот этот самый старт, его избегает и работать с ним не может. Поэтому в рамках обычного свободного рынка и обычной капиталистической экономики ты вот эту штуку поймать... Все ее избегают, грубо говоря. Все избегают. Никто не хочет... Никто не хочет складывать деньги, без себя переставать. Да. Вот у нас сейчас говорят, что опять технологический тупик определенный. Он действительно технологический тупик, потому что большая часть индустрии за прошение 20 лет, она вот сидит вот на этом участке. В мире или стране? В мире, в мире. Вот она на этом участке сидит. За исключением там фармы, биотеха и компьютерных вычислений. Практически все сидит вот здесь. То есть народ готов вкладывать деньги, народ накопленный, а вкладывать нельзя, потому что у тебя... Ты увеличишь в два раза, допустим, а эффективность у тебя вырастет на 5%. Это вот... Это проблема. А очередная технологическая волна, когда ты ловишь вот эту самую прямую скачок вот здесь, ты его здесь ловишь, тогда ты растешь просто в десятки раз на очень небольших инвестициях. Вот. Вот такая задача. Такая вот задача. Так вот ты рассказывал там в истории, какие есть примеры, это позитивный и негативный. Я рассказывал... В конце 80-х, 90-х говорили, что наша экономика должна быть эффективной. Эффективной. Но очень часто бывает так, что эффективность, она прямо против обстоит развитию. То есть самоокупаемость... Да. Вот представьте себе классический пример, который я люблю приводить. Это американские штаты южные, 18-19 век. Они схватили бога за бороду. Как они это сделали? А там завезли сахарный тростник. И в это время резко рос промышленная революция, резко выросла доходы рабочих, и они начали этот сахар в Европе потреблять. И у них была монокультура. Было много земли, высокая урожайность. Они завозили рабов, безусловно, в Африке, которые занимались простым трудом. И жили они потрясающе. Белые рабовладельцы были удивительно богатыми людьми того времени. Это у Тарантино, Джанго, освобожденных. Мы все это дело видели. Это действительно. То есть их экономика была не то, что какая-то отсталая, как делают и что-то еще. Она была высокоэффективная. Как наша современная российская экономика, вы будете смеяться нефтяная, она тоже высокоэффективная. Почему? Потому что Газпром на шахте у него... Мы высокоэффективно выкачиваем нефть, но ее не используем. Газ на шахте 3 доллара или 6 за тысячи кубометров. Продается урок за 300. Нифига себе, да? Поэтому здесь возникает вещь. Вот две богатого землевладельца, все, что там происходит, не касается роскоши, скажем, наука, техника, что-либо еще, поступает ко себе чего? А дополнительный издержит. Он же не знает, что потом будет вот такой стримительный рост. Он здесь сидит вот на этой начальной штуке с кривой, его люди заставляют сюда вкладываться, они заставляют держать паразитарные, практически северные паразитарные штаты, а северные штаты еще пытаются заставить их отказаться от рабовладения и так далее. Всяких вещей. не признается, но это тоже точно так сделано. Считается, что нам наука как таковая не по карману. Всеобщее среднее образование нам не по карману. Всеобщее... Все поставлено, короче, на... Да, службу эффективности. Это не просто не какие-то звери, да, они просто более эффективны. Ты должен сократить всевозможные неэффективные отрасли. То есть, якобы, фундаментальная наука должна на самоокупаемость, якобы, она должна приносить доход, быть эффективной и так далее. Да, да, да. И везде эффективность. Мы сохраним количество вузов. Почему? Потому что это неэффективно, когда у нас все учатся. И все остальное. Это такова стоит. Самый главный научно-технический прогресс. Он тоже на начальных этапах всегда неэффективен. То есть, мы эффективность рассматриваем с точки зрения завтра. Да, а как еще? Прибыль-прибыль по отношению к завтра. Это отношение. Мы можем увеличивать отдачу. Но отдачу мы не увеличиваем. Мы уменьшаем затраты, не думая о том, что отдача при этом... Значит, еще раз. Тоже нет. А то нет развития. Да. Ну, я говорю, что у нас ситуация, к сожалению, российская гораздо хуже, чем американская в середине 19 века. Почему? Потому что у них на самом деле была группа развития, которая началась гражданская война, и она выиграла у Южных Штатов. Группа развития. В настоящий момент никакой силы я не нахожу. У нас нету группы, которая была бы устремлена в будущее, устремлена в развитие. Поэтому мы так часто грязем о прошлом. А в каком-то стадии, рассказываем анекдот о Брежневе, что Брежнев купили. Ну, Советский Союз был эффективен. Неэффективен был. Не очень. Но он за то, что и продевался. Да. Ну, иногда. Ну, правда, Советский Союз все другое дело. Это большая сложная страна. Это, значит, что Брежнев полетел в будущее на машине времени, ему начали рассказать, как все хорошо, у них здесь автомобили, там далее, Макдональдс, всякое прочее. Говорят, ну, я обратно полетел. Тут все как, все люди из будущего, как ломанутся к нему в капсулу машины времени. То есть все хотят в прошлое. И у нас, видно, все хотят в прошлое на сегодняшний день. То есть у нас нету группы развития. Если Северные Штаты и все прочие выступали в качестве группы развития и выиграли эту войну за будущее у американцев, я прочитаю, как вы видите, опять по-фереслению, практически говорю, выиграю, то у нас здесь ситуация изменилась принципиально. У нас никакое... Все силы развития, особенно наша трагедия, в стране она отсутствует. Вот так называемый креативный класс, представим, кем там, Собчак или кто-то еще, это не люди, которые устремлены в будущее, в развитии. Это люди, которые требуют передела нефтяной собственности. Вот в чем дело. Поэтому никакой гражданской войны нету, потому что парадигма у нас общая. У нас есть большое количество доходов, измеряющие сотни миллиардов долларов. И давайте, говорят люди, будем делить их более справедливо. Но дело-то еще же хуже. Вот помните, на Саяна-Шушинской там была авария была? Да. Ведь люди даже изношенные мощности, которые остались от Советского Союза, они даже не собираются их ремонтировать. Да, 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 да. То есть еще уже они хотят выключить до конца все, что осталось. Да, конечно. И все. Одна из эффективностей состоит в том, что ты имеющуюся инфраструктуру используешь по полной загрузке. То есть они даже не пытаются ее восстанавливать, не пытаются ее поддерживать на должном уровне. Не могут уже. А поскольку ты не вкладываешься в эту штуку, ты выступаешь как в ремещик, как какой-нибудь там потанин, у которого есть норильский никель, у него сбоку, где есть богатые породы и пласты, разработано. А для того, чтобы дальше развиваться, ему надо рвить опять эту систему туннелей, которая больше московского метрополитена, а он этого не делает. Зачем ему это нужно? Он из имеющихся вещей откачивает как можно больше денег. Это электрические сети, теплосети, коммунальные сети. Мечел, 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 кому доктора это присылали? Это значит, там фирма сидит, у нас вся металлургия практически, она болтается на этом участке кривой, вся металлургия. У него выбор первоначально состоит. Либо вкладывать сюда дополнительный денег с небольшой отдачей, либо эти деньги вкладывать где-то в других местах, а это ждать. Китайцы вложились, и у них, скажем, эффективность выросла, ну, процентов 10, да? Но тогда получилось, что вся русская металлургия оказалась никому не нужной. Это бессмысленный хлам уже. То есть они откачали от них деньги с этой вещи. И вот так у них 10 миллиардов долга при капитализации меньше 1 миллиарда. Вот как это эффективный собственник сделал? Самое смешное, что он эффективный. Он реально эффективный. По баблу он очень эффективный. Это у нас еще удобрение тоже там сверхэффективное. Там что-то там огромные прибыли. И тоже там ничего не собираются. Все, что касается добычи ископаемого, у нас эффективно. Ну, не все. Не все. Но у нас ситуация, что из удобрения, совсем будет меняться. Опять же с распаской, с аварией. С алюминием и всем прочим будет дело меняться. У нас главная проблема даже не в этом. Пускай они эффективно добывают. Смотрите, да. А не по хотя бы мощности, которые постоянно там разрушаются, которые... Нет, смотрите, господа. Этаризировали ли там... У нас в терминах противоречия развития эффективности никто не мыслит. У нас речь идет о следующем. У нас главная проблема, которую все боятся, это то, что нефть упадет ценнее, она будет никому не нужна. То есть мы повторим. Те два знаменитых катаклизма 20 века, о которых все говорят. Ну, первое, это аргентинский катаклизм. Так оказалось, что они там смогли мясную продукцию выращивать с очень небольшой себестоимостью. И вот, наверное, появились в начале века холодильники, холодильные рефрижераторы сюда. Они начали морозить и возить в Европу. Невиданный рассвет. Буанасрая чуть ли не столица мира и так далее. А потом бац! Себестоимость этого мяса в остальных местах тоже упала. Связано это, в первую очередь, было с появлением удобрений. В результате корма для скота сильно подешевели. И не нужно, ну, эти здоровенные пампасы были. Или что-либо еще. Второй пример фундаментальный. Это Каучканоусы в Бразилии. Там Манаус город был. Там население больше миллиона человек. Это начало 20 века. Оперный театр, что-либо еще. Была простая. Они все собирали Каучканоусы, потому что нужны были шины. А потом ребята придумали, как заниматься вулканизацией обычной синтетической резины. Придавать ей хорошие свойства. И все. И там в джунглях возникло полное водоразорение. Этого наши боятся. Другой пример связан с Аланцом городом. В России. Это значит... В 18 век обязательно для металлургии нужно было дерево. А почему оно нужно было сделать? А потому что каменный уголь содержит много серы. И эта серая, когда делаем традиционным образом, выплавляем железо, она попадает в металл и делает его непригодным для использования. Поэтому обязательно нужен был древесный уголь. То есть без серы. А потом бац! В 1730 году придумали подлые англичане технологию по... Значит, они научились коксовать уголь. То есть, грубо говоря, просто нагревали его с негашенной известью в барбанах и перемешивали. В результате стало можно обычный каменный уголь, который у них был дешевый и большим, использовать для металлургии. Доводить и дорожил. Да. А там ситуация была такова, на чем основывалась империя Петра Первого. Тема, что производство железа шло вслед за деревом. Леса в Европе свели, в России тоже свели, и вот появились вот эти Аланецкие заводы. Воды много? Много. Железо есть, то есть, есть. Значит, и древесный уголь. Самое главное был древесный уголь. И тут оказалось, что древесный уголь никому не нужен. И великий Аланец, столица Аланецкой губернии, со всеми своими металлургическими заводами, да, ну и в частности Архангельской области, превратился ничто. Это маленький заштатный городишко на сегодняшний день. Никому не нужно и неинтересно. Вспомним Устюжну, Устюг. Это все города были с мощнейшей металлургической промышленностью по тем временам. Там в Устюжне сотни было дворов, где делали железо. Все тоже мелко заштатные городишки. Тут дороги нету ни одной приличной человеческой. Это вот так происходит. То есть, кто скажет, что Россию это ожидает? Да. Нет, я хочу сказать, что наши боятся только этой судьбы. Но они не видят другого. Что они остаются в этой старой парадигме эффективности. Вот мы схватили Бога за бороду. У нас сейчас много-много-много-много-много-много. У нас типа еще есть вода. Да, у нас есть вода, что-то, эта вещь. Будем воду, вода. Что-то еще. Но тем не менее, я хочу обратить, что все они работают в парадигме. В парадигме эффективности. Они пытаются создать как можно более эффективную экономику. А должна быть инновационная, да? Да. А должна быть экономика другая. Потому что на сегодняшний момент американцы ведут по отношению к остальному миру откровенность подло. Они разработали, вы, может быть, не заметили, орудие маршинцевого поражения. Маршинцевого поражения от их инновационной экономики. Ты же говорил, инновационная машинка. Да, инновационная машинка. Как она работает, эта инновационная машинка? У нас рынки открыты. И вот представьте себе, научились коксовать уголь. Что это означает? Что вся промышленность Российской империи должна умереть металлоделанной. Она умерла. У нас точно так же. Они говорят, что им удалось сократить производство титана технологически сейчас. По затрате энергии в два раза появился какой-то процесс. Они говорят, что сейчас есть чисто химический процесс прямого восстановления алюминия из породы. Не путем электролиза, который требует большое количество. Что это означает? Это означает, что они-то там что-то придумали, а экономика-то умрет у нас. И это разрушение будет намного превосходящее по результатам, если бы на Красноярск, скажем, бросили атомную бомбу. Ну, сланцевый газ, правда. Сланцевый газ опять. Пока не ясно, правда. Нет, сланцевый газ более все ясно. Есть якобы загрязнение воды. Ну, это все сказки. Почему сказки? Я смотрел фильмы. Нет, это есть, это безусловно. Но от таких есть это. Партинный газ. Да. И там есть еще, значит, нет, ситуация, что все-таки технология достаточно дорогая. Поэтому все равно какая-то подушка нам доступна. Пока вот у нас эта подушка, было бы неплохо сейчас подумать, что можно сделать, пока мы... Ну, обязательно, на мой взгляд, надо уйти от этой парадигмы эффективности. Ну, как можно уйти? Это же как наркотик. Не даром же говорят, дефтяная игла. На самом деле, это как наркотик. И при том ситуация абсолютно бесполезная, потому что у нас группы, которые отвечают за развитие в стране, полностью отсутствуют. Она ликвидирована как класс. Вообще нет. У нас есть деньги, но некому их осваивать. Так нет, даже нету парадигмы развития. Я и говорю, что нет людей, которые на эти деньги... Нет, ну, сколько вообще-то развития. Ну, что сказать. Что такое «сколково» потом? Да сколько фигня. Ну, как? Ну, это же вот как раз парадигма инновационная, что что-то попробуем... Смотри, 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 смотри. Опять инновационная парадигма. Это наши эффективные менеджеры, как его понимают-то? В XRBS компании. Сколько должно быть эффективно? Они понимают, как вот эту кривую, вот это участок кривой, они его понимают. Вы понимаете? Они тоже работают в парадигме эффективности. Они смотрят на американцев, у них слюнки текут, потому что там тысячи процентов люди зарабатывают. Они так же себя хотят. В XRBS накупил себе швейцарских компаний инновационных всевозможных. Накупил. Сколько он пытался это дело реализовать? Но они опять мыслят в этой самой парадигме эффективности. Давайте мы это понимаем. А здесь кто будет работать? Здесь что делать в этой ситуации? Ну, вообще-то говорят, деньги давали даже под проекты какие-то. И даже непонятные проекты давали деньги. Ну, вот распил, откат и занос. И там был какой-то отчет этого нашего главного, не новатора, да, как? Чубальца. Чубальца, да. И вот чтобы получилось так, что все это очень эффективно потрашено куда-то. И в итоге никаких нет этих достижений. Нет, но самое главное, нету... Вы понимаете, что вот эти участки с кривой, они двигаются, как правило, энтузиазмом и особой душевной или духовной атмосферой. Ну, Сколково. В Америке есть свое, как своя, как бы, здесь... Ну, Сколково, да. У нас вот хотели, чтобы, ну, понимание какое-то у кого-то есть. Да, но тут ситуация, она понимание, но они опять говорят, что мысль это парадигме вот этой, вот этой, что они вот эту штуку возьмут и будут ее сейчас осаивать. Вот в этой анимации. То есть, Сколково, предполагалось, как эффективная, а не как инновационная. Да, но есть она инновационная и эффективная. То есть, ну, и что такое эффективность, инновационность? Вы поймите, что лампочка это не инновация свечи. Это принципиальный мой продукт. Лампочка это не инновация свечи. Просто удивительно, что несмотря на Сколково и на все попытки что-то там придумать, у нас даже спутники, то, что давно уже продумано... Я приводил этот постоянный пример, что в момент открытия сообщений между Павловском и Петербургом, скорость движения этих паровозов, нынешних электричек, одна и та же. То есть, за 150 лет не изменилось ничего. Те же 30 минут. Вот. То же самое, ничего не изменилось. А в космическом промышленности у нас что-нибудь там есть как-нибудь эффективность? Ну, нету, все в конце. Но у нас же все-таки передовые технологии же есть. Нет, у нас нет, передовых технологий нет. У нас есть старая технология 60-х годов, запуска спутников. Она эффективная, потому что есть спрос на российские запуски. Ну, ты же говоришь, там конкуренты выбрались? Ну, сейчас да. Они поздно-ранно ее убьют. Но она очень эффективная. И они все, что делают, это делают запуски. Уже есть аварии, все равно. Да, продают эту стоимость этих, стоимость из-за, сколько она отложенная, отработанная уже. Они их продают, эти места на запуске. Все. Я повторяю еще раз. На сегодняшний день у Соединенных Штатов Америки межпланетных аппаратов болтается порядка 50 штук. Последний межпланетный аппарат у нас запущен, успешный, в 88-м году. Межпланетный, имеющийся доход от другой планеты? Ну, да. Это ВОИЖРОДИ, 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 ВОИЖРОДИ? Ой, куча пионеров, там сколько-то. Около 50 штук. Два планета хода болтаются. Я же еще раз говорю, там Америки... Даже китайцы сейчас уже луноход запустили. Да, а если отправили аппарат межпланетный к Марсу чуть раньше, ничего у нас этого подобного нет. А почему? Потому что исследование космоса неэффективно. Господа, сядем на эффективную штуку. Это космические запуски. Отработанная технология, давайте на ней будем сидеть и рубить бабло. А космос? Какой космос, блин? И ситуация, она очень тяжелая во всем прочем. Она в первую очередь, она тяжелая, потому что у нас устроен менеджмент таким образом. Ну вот, например, Академия наук зарезали. Ну, не особо зарезали. Так тоже с позиции эффективности. Да, да, да. Ну, с основным направлением. Так, то есть, я не главный правы, что действительно Академия наук была неэффективной. Только от нее это требовать было нельзя. Да. Да, она была неэффективной, там что-то было. Нет, понятно, но требовать от нее как... Сейчас очень странно, ты даже разрабатываешь новую технику, у тебя как получается? У тебя конструктор сидит, да? Над конструктором сидит управляющий этим делом. Здесь у тебя, скажем, сидит верховный менеджер. Советская схема. Вот здесь у тебя сидят, генеральный конструктор. То есть, человек, который фундаментально разбирался, мог выдвинуть новые идеи в этой самой вещи. Он сидит наверху. В театре это был художественный руководитель, не генеральный директор. А сейчас просмазывать колеса поездов как же? Сейчас финансовый менеджер сидит. Игорь, в Советской области было же предложено смазывать колеса поездов, и он дошло чуть ли там не до воплощения. Помнишь, где эта идея анекдотная? Ну, может быть, да. Ну, это не о том идет речь, что в Советской области. А ты говоришь, главная конструкция, значит. Ну, главная конструкция или кто-то еще. Это у тебя, по крайней мере, вот такая была. У тебя в архе, у тебя сидел человек, который отвечал не за эффективность, господа. Он тебе отвечал за что? Отвечал за проект, собственно. Не за его эффективность, за его проект. А теперь у нас ситуация, она какова. Здесь у тебя сидит генеральный директор, это обычный человек. Эффективный менеджер, да? Эффективный менеджер, с чистым экономическим образованием. Здесь сидят люди, которых он расставил на этих поста, чтобы кулить потоками. По современной моде у тебя зарплата здесь падает в 10 раз. Примерно. Ну, так как. Ну, что менеджер, это это самое главное? Да. У тебя здесь человек, скажем, получает 1 миллион рублей, да, нет, ну, скажем, 3 миллиона рублей получает. Здесь он получает, скажем... 300 тысяч. А здесь получает 30 тысяч. То есть человек, который раньше занимался этим, вот, генеральный директор, он сведен до этой вещи. И он из самого проекта самого как такового исключен. Потому что здесь сидят люди, которые мыслят исключительно проектами эффективности. Есть такой советский анекдот, не советский, а современный анекдот про современного предпринимателя, эффективного менеджера завода. Он считает, что на любом заводе единственный отдел, который приносит прибыль, это отдел продаж. А все остальные надо оптимизировать, сократить и уменьшить. И он прав. Потому что действительно, продает отдел продаж. А эти деньги приносит отдел продаж. В нашей экономике, если посмотреть, вся промышленность и все, что в связи с производством, никакой прибыли не переносит, а все приносит прибыли, только тот, кто находится в продаже. Да, вот тот, кто продает. Да. Там и зарплаты повыше. И он прав. Он действительно работает с парадигмой эффективности. В иночной мерке там 10 раз. Вот тебе касается и вуза. У тебя это касается вуза. У тебя зарплата между ректором современным и вузом и профессором, она там 20-30 раз. То есть по миллиону, это нормальная зарплата среднего российского ректора в месяц. То есть гранты, что-то еще там. Вот такая правда. Такая, такая, такая. И опять мы сидим в парадигме эффективности. То есть именно поэтому наша страна не развивается? Ну, нет, и это проблема, что мало ли, что она это делает, но она себя формирует как элиту. Хотя, получается, что вот так, чем хуже, тем лучше будет для нас. Если мы пойдем... Нет, у нас, у нас, это, вот это нас является элитой. При всем вот этом она является элитой. У нас вся элита сформирована здесь. Вы посмотрите на себя. Путин думает, что Эдисон изобрел электричество. Он об этом говорит. Эдисон изобрел электричество. Это его фраза. Ну, он что, он балван, что ли, полный. Он же где-то учился в химической школе. Перед уж тем стал стукачем, стукачем, юристом, каким-то там еще. И президентом. А кто придумал электричество? А? Кто? Открыл? Открыл? Ну, не изобрел. А я открыл не Эдисон, по крайней мере, это точно. Ну, вот. И точно такая же толпа вот этих политикмологов, филологов, этих, кого-либо еще, экономистов, юристов. А юрист это кто такой человек? Юрист это человек, который умеет пользоваться государственными структурами для разводки, кидалово и еще чего-то там. Да. И отнимание собственности, допустим. Все, собралось только. Вот у нас был как бы инноватор Прохоров, но он в каком здесь? Он эффективный менеджер, по-твоему, или все-таки инноватор? Нет, он не инноватор ни в коем случае. Человек сделал... Только он сразу шесть инноваций, или сколько ты там рассказывал должен сразу... Ну, это не его была идея, он просто ее получил, да. То есть он все-таки эффективный менеджер, который решил вложиться? Он вообще непонятно что. Этот человек, который... Или его юристы развели? Не-не-не, не юристы, никто его не разводил. Он просто сам проект оказался не провален, сам проект по себе. Нет, ну, это же, в общем-то, стандартная судьба проекта, как бы, инновационного. Да. Как правило, они заканчиваются ничем. Да, он просто проект оказался неудачный, да. И детки какие-то, отдельные проекты, там, они вырастают во что-то. Да, ну, смотри, здесь какова у нас с Прохоровым. А с Прохоровым, там она... Ситуация такова. Это мальчик из номенклатурной семьи, полностью. У него, ни больше, ни меньше, отец являлся заместителем председателя Госконспорта, отвечающего за внешние экономические связи, экономическую деятельность. То есть на потоках, которые сидели в валютных потоках Госконспорта страны, сидел его отец. Каким-то образом, получив, как и полагается, ему экономическое образование, сумел подружиться с Партанином, тогда первым вице-премьером. И ему удалось на залоговых аукционах сделать одолжение российскому народу и привортизировать комбинат, который мало того, чтобы производил некие или другие платиноиды, но являлся монополистом фактически, являясь до сих пор в производстве Палладия. Палладия – это вещь, которую наиболее эффективно автомобильные катализаторы делают для глушителей, то есть для дожига. Вот такова она ситуация. Потом он его удачно, я считаю, что случайно продал, и больше у него никаких удачных сделок не было, все остальные сделки у него были неудачные. Поэтому изображать у него инноватора какого-то, это не происходит, это совершенно другая вещь. Это большая грустная история, она состоит тоже в некой либеральной догме, она состоит, что давайте отнимем у всех рублей деньги, мы пустим их на улицу, отнимем у них социальное пособие, что-либо еще, и они будут у нас эффективным образом трудиться, стараться, работать, развиваться. Типа конкуренция. Да, у них конкуренция будет. Самое главное поставить их такие условия, ничего вам не платить, ничего не сделать. А на самом деле работают по большому счету только социальные сети. Если вы выберете, если народ выпустите на улицу и заставите их зарабатывать чем угодно, то у вас возникнет такой бизнес, который лучше бы не возникал, я его называю бизнесом бедности. Классический бизнес бедности, это когда бабки стояли продавали сигареты вручную до метро. Помните, в 90-е годы выходишь, ты от пенсионерки каждая продает эту штуку. И милиционер, у которых не кормится, или там ракетер какой-то еще. Как только пенсии немножко подросли и стали платить на это, они ушли с этих улиц, их выгнали тоже. Точно так же у тебя возникает бизнес бедности и другое. У тебя собрались люди и важнойнейшей компетенцией у них оказывается, например, возможность поставить на ближнего своего раскруленный утюг или паяльник, кто угодно. Такой человек побеждает в этом соревновании. Мы говорим, а так, ты настолько такой хороший, ты такой эффективный. Давайте мы отдадим тебе завод эффективный. Отсюда эффективный без охраны возникает. От тех, которые утюги ставят. Да, он действительно получает себе завод. Он эффективный менеджер, он понимает, как с ним надо разбороться. Он видит большое количество станков, которых он сдает металлолом. Или тот самый паяльник, этот самый, он засовывает главному инженеру. Почему он засовывает паяльник главному инженеру? Да потому, что слишком умный. Нет, ты лучше расскажи, как из этой ситуации выйти. Допустим, мы находимся вот на этой кривой, в той точке. Никак, никак, господа. У тебя что поросил? У тебя вот нынешняя элита, вот эта самая, которая стоит в парадигме эффективности, она сконцентрировала. Она же не зря в парадигме эффективности стоит. Она сконцентрировала в своих руках громадное количество финансовых ресурсов. Ну и власть, не только финансовая. И финансовая. Они по-моему и олигархи, олигархи. У современной этой вещи, у современной, у нее все основано на деньгах. Она не нуждается в том, чтобы подавлять любое оппозиционное движение. Его проще купить. Просто. Вы понимаете, что деньги, которые кажутся для меня фантастическими, они тратят это, грубо говоря, на запонки каждое утро какое-нибудь. Мы же стивилизованная страна. Какой путь? Что надо сделать, чтобы из этой кривой как-то... Не из этой кривой, а просто из этой... Парадигмы выскочить. Альтернативы эффективности. Я не знаю. Вообще, ситуация мертвая. Я повторяю. У американцев почему возникла... Но Аргентина прошла этот кризис, она же как-то потом... Нифига не прошла Аргентина. Так и остался... Аргентина была на третьем-четвертом мире по уровню жизни в начале 20 века. Сейчас заштатная, занюханная страна. С не высоким уровнем жизни, уступающая по валу внутреннего продукта, сильной НАП и кому-либо еще. Такая же была и очень высокоэффективной страной и развитой, например. Но по-другому, например, была Болгария. Но она неудачно дважды воевала на стороне Германии, заплатила большие репортирации, и потом, после победы во Второй мировой войне, в Советском Союзе было принято решение, что она будет уже не индустриальной державой, которая была до этого, а будет консервированные овощи к столу Восточного блока поставлять. Болгар-пром. Да. И она этим где еще занималась. Тоже было так достаточно удобно. И когда началась вся эта перестройка, оказалось, что в Болгарах нет ничего, что их сельское хозяйство неэффективно. Сейчас говорят, они где в Советском Союзе вступили, им еще хуже стало. Да. А у них большая часть народа выехала на Запад дальше. У них на семью 10 миллионов. Уменьшилось до семи. На семи. Но у них даже нефти не оказалось. Вот такова с ними эта вещь получилась. Нет, ну вообще-то у нас же есть еще какая-то коронная вещь духовности. Ну это понятно. Нет, но ее же нигде нет. Вот представьте себе ситуацию, в которой победила бы Южные Штаты в Америке. В Америке победили бы Южные Штаты. Ну это что значит? Ну действительно, поколение или два поколения южноштатцев жило бы очень хорошо. Там было бы рабство, рассвет наук и культуры, духовности, как полагается. Всего было бы там. А у нас мертвые, но у них получилось, что силы развития оказались сильны и велики. У них американские олигархи, я недавно читал про Стэнфордский университет. Стэнфордский университет, сейчас самое в компьютерных технологиях продвинутое место на Земле, он основан Стэнфордом, железнодорожным магнатом целиком. То есть они не футбольный клуб купили, а футболы. В такой ситуации, конечно, мог бы помочь какой-нибудь катаклизм, война там. Не знаю, ничего не может. Потому что в этом случае все бы опять вернулось на первобытное какое-то состояние. Нет, нет, я не знаю. Хотя в этом есть определенный смысл, что может быть лучше упасть, чем расти. Но я повторяю, что я бизнеса бедности очень боюсь. Нет, я имею в виду, если как-то бедность случится в масштабах планеты, и тогда опять все технологии... Ну, это да, это именно наши мечтают. Нет, вообще-то апокалипсис не надо уже проповедовать. Нет, есть специальные сайты, которые постоянно говорят, что как у американцев сейчас и европейцы все развалятся, и тогда мы будем сидеть и им нефть свою продавать. И будем хорошо и счастливо жить, да. А в Ташопе... Мы потом будем продавать воду у нас целая... А, и воду, воду, да. Еще что-нибудь будет. А отключим краник или отключим краник? Ну, многое, многое. Будем над ними издеваться. Вам сколько воды? Нет, я говорю, что ситуация здесь опять выглядит очень бесперспективной совершенно. Здесь только на чудо можно опевать. Именно на то, что Богородица Пагани Путина... Ну, это понятно. Но мы еще раз начнешь рассчитывать, что развитие всегда имеет бифуркационный характер, что может быть где-нибудь сейчас какая-нибудь фуркация случится. Например, значит, это случается... Начнет засушливый Лена будет, и все дальше, дальше и дальше, меньше и меньше воды, как бы... Народ начнет как бы требовать, чтобы Россия продавала воду на Запад и так далее. Еще-то еще... Ну, это опять-то та же самая парадигма эффективности. Да, и теперь воду будет продать. У нас леса много, например. Леса вот с лесом тоже история стала интересная, исключительно интересная. Я когда в Архангельский... Выходила раньше, в 70-80-х годах, она все была заставлена кораблями и плотами. Пёрли этот лес отсюда, вовсюду. То есть, реально, по 30-40 кораблей, плотов, полталась просто видимость, по северной двине они шли. Теперь выходишь, не видно вообще никого. Ничего нет. Лес не нужен, что никого? Лес оказался не нужен. Почему? Потому что... Что сделали подлые австралийцы? Они вырастили у себя грядки в Австралии. Астравальтированная дорожка посередине саженцы эвкалиптов стоят. Они за 10 лет вырастают. Подъезжает комбайн, срубает это дерево, перевозит, дорога-то уже есть, и сажает на него место новое. С удобрениями растут за 10 лет. И получается, что их себестоимость производства древесины оказалась ниже, чем у нас. Дорог-то нету, лес-то растет медленно, все, что было для себя, все выпилено, а для чего надо ставить и строить новые, что не выгодно. И оказалось, что наша древесина оказалась мало кому нужна. Нужна она сейчас, по большому счету, для производства мебели. А вот, собственно, для целозной бумаги, для чего прочего, она оказалась мало нужна. Вот тоже для тебя проняется. Опять какая-то инновационная машинка подлая где-то в Австралии работает, а страдаем мы. И в Архангельске закрылось все. Например, закрылся целозно-бумажный комбинат, только что Архангельский, обанкротился. Лет 10 назад, вы не поверите, закрылся гидролизный завод. И гидролизный завод тот, который гнал и запил эксперт. Оказалось, не выгодно. Оказалось, не выгодно. Получается, смотри, человечество встало на путь науки прочно и крепко, и инновация теперь фактически является не просто двигателем прогресса, а на самом деле является необходимостью жизни. Да, но надежда она состоит в том, что она вот этот базис, на самом деле, есть там другая надежда, что человечество его сожрало, а вот здесь пополнения не происходит. Потому что очень сильно экономили на фундаментальной науке и исследовании. Даже, скажем так, прямо их сдерживали в этой области. Вот они его здесь прожирают. Вот в этой стадии американцы сидят, и вот его они его прожирают. А сюда у нас мало чего идет. Нет, просто, видишь, какое-то есть принуждение, получается, к инновациям. У нас не просто требуется инновация, потому что оно это как бы обеспечит какую-то более эффективную, но иногда, да, обеспечит большую эффективность. А фактически, если мы не будем модернизироваться, то мы просто превратимся в страну третьего мира, там четвертого мира. Ну да, да, но в высокоэффективную страну пока что. Просто есть уже память фактически, мы находимся в некой гонке, в которой нас принуждает к инновации. Нифига, нас никто не принуждает к инновациям. Где-то вещество не принуждает к инновациям. Нет, во всем твоем диалоге, если следует, что если мы сохранимся в таком статическом положении, не будем пытаться какие-то инновационные стратегии использовать, то мы просто отстанем навсегда. И однажды просто так в Арбентине все рухнет, и все. Нет, ну мы отстанем, нет. Кто отстанет? Те, кто владея финансовыми потоками, не отстанут, не знаю. Я говорю, постану. Ну, а им-то какое дело? На их век России хватит? Да они, понимаешь, они даже мыслить не могут. Ведь, смотри, что он пытается сделать? Он хочет развить, скажем, станкостроение. Вы знаете, что производство станков на нашей стране упало на уровень 1913 года, да? Вот, наконец, тот знаменитый уровень 1913 года. Он достигнут, да? Он как? Он будет работать в этой же парадигме. Он создаст вот так себе вот такую штуку. Здесь у него будет инженеры, которые что-то придумывают. Здесь у него будет парень с кластом, который их погоняет. И здесь будет финансовый директор. То есть директор, по сути, управляющий финансами. У них зарплата будет различаться на порядок. Они свою работу выполнили. А будет ли вот этот парень за 300 тысяч здесь работать? Это большой, это вещь. Не будет ли он здесь работать? Никогда. Он ничего не придумывает. Нет, он за 300 тысяч, ты, может быть, и придумывает. Но там ситуация будет другая. Если ты будешь относиться к твоим интеллектуальным кадрам, как за серию очкасты, просто как за серию очкасты, то у тебя есть хозяин, есть управляющий, а есть за серию очкасты, которые сидят там и чего-то своими кульманами и ватманами, хотя их фамилия Иванов, чего-то делают такого. Вот как за серию очкасты. То это будет такая. У тебя будет сама своя, сам он по себе будет находиться в подчиненном положении. Но дело не только в этой системе. Дело в том, что действительно так не видно нигде, какой бы исход, кроме катастрофы, вот дальше вот из твоих... Да, самое смешное, что на их жизнь России хватит. У них количество финансовых ресурсов, возможностей настолько велико, что они в состоянии отбивать все атаки снизу. Ну, потому что, ну, оно там миллионы раз отличается от их оппонентов, которых почти нет. То есть им не надо ни репрессий, ничего просто. Они сосредоточатся в такие финансовые потоки, что отобьют все, что угодно. Любые, 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 любые вещи. Для них проблемой, безусловно, является инновационный процесс в остальных странах, который разрушает целые индустрии. Вот сейчас разрушают металлогическую индустрию, но потом чувствуют, что будет скоро разрушать алюминиевую, то есть светной металлогию тоже будет разрушать. Вот для них, безусловно, является угрозой. Каким образом они на них будут реагировать? Это тем способом, что будут сокращать издержки. Образовательные, научные, там еще какие-то. По краям. На них он будет таким образом... Будет увеличивать эффективность. Да, эффективность будет увеличивать. Эффективность у них будет расти. Они будут все это дело продолжать сбрасывать. Ну вот, например, мы же все знаем Сестрецкий инструментальный завод. Там были технологии достаточно интересные. То есть они могли с низкими затратами, например, делать очень качественные сверла на этих своих прокатных станах. Ну вот, сейчас это, конечно, количество поставляет. Это все инструментальные заводы просто нет? Да. Все, что есть, это все Китай? Да, ни одного инструментального завода в стране не сохранилось. Станкостроение, ты прав, на самом деле. Там тоже в основном Китай. Да, да, да. Ничего этого нет. А личные аналоги, они на самом деле в конкурентной борьбе с китайскими не могут состязаться. А это все-таки база, да? Вот та самая. Да, это непонятно. Это база или не база. Но проблема, самое главное, в низкой интеллектуальности населения, самое главное. У нас думают, что наше образование самое высокое, самое лучшее. Это не так совершенно. Нет, нам надо построить... Интеллектуальное население очень низкое. И продолжается советская традиция последних годов отношения к более-менее интеллектуальной деятельности, к деятельности ботаников из-за серии очкастых. Вот из-за серии очкастых это твои места, это... Понятно, говорю, параши. Ну, это, видишь, это такая зональная вещь, я поскольку Голковского опыта. Но вот сидит человек на зоне, и они понимают, что от их врача зависит их жизнь и обеспеченность, да? Их. Ну, и сама жизнь. Но для них он все равно, как он их называл, там, фраер или как-то еще, все равно он низший класс, нечестный пацан, как бы он при этом был. Но его, при этом, что их жизнь зависит от него, и так далее, он понимает, что они, это, элита воровская, находятся вот здесь, наверху, а он находится здесь. Я привожу этот пример Гейма, по-моему, или Новоселова. Он приехал в Давос на эту вещь и встретил там знакомого банкира. Тот ему так удивился, говорит, а ты это что здесь делаешь в Давосе? Почему? Лауреат Нобельской премии. Что ты здесь делаешь? Пришел поинтересоваться. Ты что, таджикского дворника здесь встретил? А почему? Потому что у него схема в голове, вот именно вот это. Вот у тебя в этой самой схеме, тебе, хотя ты даже очень, может быть, иногда и нужен, как к тюремному врачу, тебе всегда по отношению к врачу и архе превратить в низшее место. То есть это у параши, в этом смысле. И здесь вот, благодаря контролю над очень эффективной промиссией, точное командное количество этих ресурсов, яхты, клубы, большие счета, чего-то только не было, это все. Они обладают большим количеством компетенций, у многих в бэкграунде возможно засунуть человека оскоренный паяльник, также знание иностранных языков, это же очень важно. Всякое прочее. Умение управляться государственным аппаратом. Я не хочу сказать, что ребята плохие, но у них есть интересные свойства и качества, но они вот средоточены как-то очень странно. И еще раз повторяю, что реальной оппозиции против них нет. Никакой оппозиции нет. Нет оппозиции развития. Есть оппозиция второй группировки, которая нацелена на то, чтобы эти деньги с ними как-то образом поделить. Ребята, давайте делиться. А оппозиции развития нет. Тут только действительно. Ситуация богоматери. Вы сейчас посмотрите, что происходит. Ни одного серьезного балета или оперы в театре не выживает. В музыкальных произведениях крутится 30-40 одних хитовых типа классических произведений. Второй концерт Рахмани хорошее, мы подсказываем, реквием Моцарта, реквием Вериде. И все это повторяется одно и то же. Философия как таковая, интеллектуальная деятельность в стране отсутствует. Научная деятельность тоже отмирает. Но при этом, повторяю еще раз, экономика сверхэффективна. Эффективная до безумия.